Вот специально для того, чтобы все проснулись. И хочу рассказать, как действительно наш МИАЦ пришел к такому мнению и к такой точке опоры. Небольшую историческую справку позволю себе дать. Во-первых, наш МИАЦ еще в начале 2011 года мы начали создавать единое информационное пространство, персонифицированный учет медицинских услуг. И, в принципе, все медицинские услуги Владимирской области были реализованы на едином решении, которое было предоставлено МИАЦом Владимирской области. Это программа МЭДБС. Мы ее внедряем с 2005 года. В этом году этот программный комплекс был включен в реестр российского ПО. Мы получили эту регистрацию в марте месяце. В 2011 году у нас было много сервисов запущено в данном решении, и они решали такие региональные программы. Данное программное обеспечение – это единственное программное обеспечение, которое установлено во всех медицинских организациях Владимирской области. То есть мы пошли по пути единого программного обеспечения еще начиная с 2005 года. В настоящий момент это программное обеспечение устанавливается во все частные медицинские организации, которые вступают в систему программы госгарантии. И выставление счетов-реестров идет только из нашей системы. Затем в 2013 году у нас уже были другие возможности, и с 2013 года мы стали внедрять как раз сервис по записи на прием к врачу на базе единого сервиса электронной регистратуры. Также в этом году были развернуты системы мониторинга отчетности отрасли здравоохранения в составе модулей отчетности регистра медицинских работников. То есть это полноценная кадровая такая система, которая была развернута в 2013 году. Регистр ЛПУ, регистр медработников и полностью система АХД. В данном году в 2013 году была также реализована и внедрена единая система документа оборота. Все это было реализовано и взаимодействие получилось с федеральными ресурсами. И в принципе мы построили основную и дублирующую сеть передачи данных. Каким образом? У нас развернута сетка ВСПД, где размещены все медицинские сервисы. И есть еще сетка защищенного канала по технологиям ВИПНЕТа. В данной системе мы частично общаемся с организациями, таким как ОФМС, ФСС, ЗАГСы. То есть это у нас дублирующая идет сетка. В 2015 году мы реализовали сервис электронная медицинская карта, лабораторная информационная система и центральный архив медицинских изображений. А также началась система развертывания системы диспетчеризации санитарного автотранспорта на основе решений Министерства здравоохранения. И в принципе мы в 2015 году завершили построение своей региональной вот этой системы, как мы считаем ЕГИС-ИЗЭ. Но в 2015 году мы уже стали думать о том, что есть некоторые учреждения, которых не совсем удовлетворяет то решение ПМК, которое было развернуто, также централизовано на субъекте. Поэтому некоторые учреждения решили пойти своей дорогой и приобретать свои информационные системы, которые были им ближе для развертывания электронной медицинской карты. Это, например, у нас есть онкодиспансер. И поэтому уже начиная с 2014 года мы стояли перед дилеммой вот именно создания какой-то такой платформы, которая бы начала дружбу со всеми теми системами, которые разворачиваются и которые необходимо внедрять. И практически в 2015 году мы проводили небольшой, так сказать, экскурс в несколько решений, в том числе и экскурс у нас был по нетрике, по интерсистам. Но вот что-то у нас не пошло в 2015 году по развитию вот этих интеграционных модулей. И, в принципе, вот у нас создались такие диалоги внутри. Мы вроде бы построили дом, да, и в этом домике у нас получился мониторинг отчетности отрасли здравоохранения, который говорил, я на единой платформе, у меня нет проблем, я общаюсь с системой электронного документа оборота. Наша программа Мэтбэйс говорила о своей работе, я постоянно расту, постоянно меняюсь, значит, форматы открыты, представьте возможность использовать ваши данные, я решу все проблемы. Электронная регистратура, значит, свысока вот этого домика смотрела, что самое главное обеспечить запись на прием к врачу, а все остальное не важно. Электронная медицинская карта говорила, я очень большая, у меня есть все, что вы хотите, только отдать ничего не могу. И в итоге пользователи говорили, мониторинг вообще это здорово. Действительно, когда мы внедрили эту систему, все просто были счастливы от того решения вопроса по сбору отчетности, который решал данный модуль. А Мэтбэйс пользователи говорили, ну да, эта система просто нам удобна, и нам в ней просто и понятно. Регистратура. Ну, регистратуру привыкли, а можно сделать все чуть-чуть как-то не так, как-то по-другому. Электронные карты, все сказали, нам вообще это неудобно, и вообще нам это не нравится. И поэтому некоторые учреждения стали искать свои возможности разворачивания каких-то своих решений. И вот этот вот домик, который здесь слева, он начал весь качаться. И для того, чтобы этот домик сохранить, мы еще больше опять возвращаемся к вопросу, что же будет точкой опоры нашего решения. И точка опоры, во-первых, обеспечить устойчивость за счет дополнительных финансовых ресурсов, второе, разработать минимальный набор гарантированных функциональных возможностей, и третий у нас был путь – это развернуть интеграционную шину. И мы пошли по пути разворачивания как раз интеграционной шины. Разворачивание интеграционной шины у нас началось с конца 2016 года, буквально где-то начиная с третьего квартала 2016 года пошел и запустился этот процесс. И как раз вот это решение, оно сдружило все наши на сегодняшний день и дружат все наши сервисы. В настоящий момент вот наша региональная шина действительно явилась точкой опоры всей нашей региональной системы ЕГИС здравоохранения. То есть вы видите, на сегодняшний день медицинские организации через региональную шину у нас переходят в ИМК. Сейчас решается, вернее, решен вопрос уже с передачами стабильной действии взаимодействия с ИМК, с федеральным уровнем, предоставлен доступ к порталу врача на сегодняшний день. И сейчас уже дорабатывается модуль портала пациента. Мы только на начальном этапе, вы сами понимаете, что мы начали эту работу, как я уже сказала, с четвертого квартала 2016 года, но тем не менее мы достаточно далеко продвинулись. В настоящий момент мы ставим следующие задачи. Это обеспечить интеграционные профили для обмена данных в рамках записи на прием к врачу в электронном виде, для различных МИС, МО и порталов предоставления информации о расписании работы врача, обеспечить для всех информационных систем здравоохранения Владимирской области согласованность, целостность и непротиворечивость данных о расписании приема врачей, свободных и занятых талонах на первичный прием к врачам-терапевтам, централизованное управление записью на прием к врачу в электронном виде во Владимирской области посредством организации единой точки информационного взаимодействия. И, конечно же, самое большое решение, которое мы должны решить до 1 июля, это запись пациентов, через единую точку входа в портал государственных услуг. Таким образом, убеждение того, что региональная шина является точкой опора ЕГИС-ИЗЭ, Врача «ЕГИС-ИЗЭ»